Здравствуйте! Здравствуйте, ребята! Рада приветствовать вас на уроке биологии. Наша тема сегодня – жизненно важные системы органов координации и регуляции у человека. Костная система. На уроке вы научитесь оценивать значения органов костной системы человека, описывать особенности строения костной ткани и костей, определять типы костей и типы их соединений. Все вы знаете, что движение – это жизнь. Опорно-двигательная система обеспечивает движение, то есть перемещение организма в пространстве. Опорно-двигательная система состоит из костной и мышечной систем. Костная система – это пассивная часть двигательного аппарата, а мышечная система – это его активная часть. Костная система выполняет механические и биологические функции. К механическим функциям костной системы относится опорная функция. Костная система определяет размер и форму тела. Двигательная функция заключается в том, что костная система приводит все тело и его отдельные части в движение. Защитная функция. Она заключается в том, что некоторые части скелета, например, череп, грудная клетка и таз, служит вместилищем и защитой жизненно важных органов – мозга, легких, сердца, кишечника. К биологическим функциям костной системы относятся функции участия в минеральном обмене. Костная система – это дипо солей фосфора, кальция, железа. Также костная система участвует в кроветворении. Она, красный костный мозг, вырабатывает эритроциты и рейкоциты. Костная система состоит из костной ткани и из костей. Каждая кость – это сложный орган. Он состоит из нескольких тканей. Основной тканью является костная ткань. Она состоит из костных клеток и матрикса или межклеточного вещества. В составе кости есть неорганические и органические вещества. Неорганические вещества – это соли кальция, фосфора, магния. А органические вещества – это белковые волокна. Неорганические вещества придают костям твердость. А вот неорганические придают им эластичность и упругость. Костная ткань бывает двух видов. Есть плотная костная ткань. Она имеет пластинчатое строение. Это видно на рисунке. Это строение напоминает систему вставленных друг в друга цилиндров. А лупчатая костная ткань образована очень тонкими перекладинами. Эти перекладины ориентированы параллельно линиям основных напряжений. Снаружи кость покрыта надкостницей за исключением суставных поверхностей. Они покрыты хрящом. Внутри кости имеется красный и желтый костный мозг. Эти органы выполняют кроветворную функцию. Существует несколько видов костей. Трубчатые кости. Это кости цилиндрической или трёхгранной формы. И длина обычно у трубчатых костей преобладает над шириной. Они участвуют в локомоции. Это кости конечностей. Или же выполняют точные движения. Например, кости кисти. Трубчатые кости делятся на две группы. Есть длинные трубчатые кости. Мы их видим на рисунке. Это кости, например, предплечья, голени. И короткие трубчатые кости, например, кости пальцев. Трубчатая кость имеет некоторые особенности строения. И некоторые термины вам придётся запомнить. Концы кости называются эпифизы. Они покрыты суставным хрящом. Средняя часть кости – это диафиз. Граница между эпифизом и диафизом – это место, где расположен ростовой хрящ. Этот ростовой хрящ обеспечивает рост костей в длину. А поверхностный слой надкостница обеспечивает рост костей в толщину. Есть неправильные кости. У них различные форма и размеры. Неправильные кости входят в состав позвоночника и лицевого скелета черепа. Кубические кости обычно неровную имеют, угловатую форму. Это кости предплюсной и запястья. На схеме мы можем увидеть, как выглядят эти кости. Плоские кости защищают жизненно важные органы. Плоские кости – это, например, ребра. Обратите внимание на ребра. Вот они входят в состав грудной кредки. Это плоские кости. Грудина также относится к плоским костям. И кости черепа. Очень хорошо видно, что они относятся к плоским костям. Сейчас мы с вами попытаемся определить типы костей. Плечевая кость обозначена цифрой 1. Вот здесь она показана в более увеличенном виде. И я думаю, вы легко определили, что это длинная трубчатая кость. А вот это – лопатка. И она относится к плоским костям. Позвонок относится к неправильным костям. И вот она – короткая трубчатая кость, которая образует фаланги пальцев. Кости должны соединяться. Поэтому существует несколько типов соединения костей. Есть неподвижное соединение. При этом соединении кости срастаются или скрепляются соединительной тканью для выполнения защитной функции. Например, соединение костей черепа для защиты головного мозга. Полуподвижное соединение образуется между костями, которые участвуют в ограниченных движениях. Например, позвонки мы видим на рисунке и кости грудной клетки. Здесь соединение полуподвижное. Подвижное соединение называется сустав. Это соединение характерно для костей, которые под влиянием мышечных сокращений выполняют активные движения. Давайте рассмотрим строение сустава. Итак, это две кости, которые подходят по форме друг к другу. Поверхности костей называется суставная головка. И она покрыта хрящом. А у второй кости есть суставная впадина. Она тоже покрыта гладким хрящом. Соединяются кости между собой с помощью связок. А внутри это все заполнено суставной жидкостью для уменьшения трения. И вот такое соединение обеспечивает подвижное соединение костей и обеспечивает движение тела. Дорогие ребята, наш урок подошел к концу. Я уверена, что вы способны оценивать значения органов костной системы человека. Описывать особенности строения костной ткани и костей. Определять типы костей и типы их соединений. Пусть изучение биологии для вас будет интересным и полезным. До свидания.